Дорогие христиане, сегодня церковь совершает память святых апостолов Варфоломея и Варнава. Нет нужды особой рассказывать их жизнь. Есть гораздо более важная нужда понять наше отношение к апостолу. Кто они для нас с вами? Мы с вами исповедуем на каждой службе, и когда молимся, мы читаем символ веры. Там говорится о том, что мы исповедуем бытие Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Мы верим в нее и принадлежим к ней, и исповедуем жизнь ее бытие. Церковь апостольская, и мы каким-то образом относимся к апостолам. Знаете, как в армии, есть подразделения боевые, а есть подразделения не стреляющие, мягко говоря. Есть доктора, есть снабженцы, есть транспортники, есть связисты. Есть разные-разные, но все военные, все в армии. Если война, то все на войну, и если слушатся приказы, все слушаются приказы, и все в военной форме, и все под одним началом, все под одной главой. Что-то подобное существует и в Церкви. Климент, если мне не изменит память, Папа Римский, Климент первый сравнил Церковь с армией. Он сравнил Церковь с войском, Христа назвал полководцем, непобедимым. Крест Христов назвал знаменем победы и сказал, что христиане собираются как солдаты под знамя полководца. Он выстраивает их в полки, и они полками организованно идут туда, куда скажет им их верховный вождь. Это нечто похожее на то, как уходил Израиль из Египта. Из Египта уходило огромное количество пастухов и строителей. Они лепили кирпичи, другие козу доили. Их было 600 с лишним тысяч, одних только мужей, не считая женщин и детей. Это было полтора или два или более миллиона козапасов и людей, которые глину лепили в кирпичи. А они строились полками по коленам, у каждого колена был начальник, и они шли как войско. Они шли, представляете, сколько они ходили по пустыне, очень долго, им нужен был порядок. Они вели себя как армию. То есть превратить вот это вот месиво неорганизованных людей в порядочное, так сказать, войско, людей, которые служатся приказом и знают свое место, это очень серьезная задача. Когда у нас больше всего грехов, например, в храмах, когда мы больше толкотни наблюдаем, когда что-нибудь святое раздают, когда воду освящают, когда что-нибудь еще совершается такое великое. Чем больше людей, тем больше беспорядка. И наше, это большинство людей, там это исчисляется, там, скажем, там, 500-600 пришло людей, и уже мы не можем им командовать. Они уже никого не слушаются. Они уже туда прутся, сюда лезут, значит, там те с теми ругаются, эти на них кричат, там, тут им замечание делают, они уже никого не слушают. А там было несколько миллионов людей, нужно было их собрать. И они шли как войско. То есть движение евреев по пустыне, это было движение войска. Войсковая дисциплина, по сути, то есть дали приказ, пошли, значит, приказ не выполнен. Вы знаете, что в военное время невыполнение приказа наказывается смертью. Без разговоров причем. В сторону и смерть. Паникер в сторону и смерть. Значит, там, что ли, саботажник, там, или шпион в сторону и смерть. Там долго не разбираются. Ну, некогда просто разбираться. Поэтому вот эта связь войсковой дисциплины с церковной дисциплиной, она очень важная, потому что мы расхлябанные все. Глянь на нас, мы не похожи, мы в армии служим. А в принципе, надо, чтобы было как-то угадывалось, что мы в армии служим. Даже когда евреи уходили, допустим, на ночлег становились, они в центре ставили скинию. То скинию присутствует, палатку Божьего присутствует. Там, где облачный столб стоял днем и огненной ночью, где живо, ощутимо Господь являлся. И даже в каком-то смысле им было легче верить, потому что Господь являл свое присутствие просто видимо. То есть там атеистом быть было невозможно. Вот Господь, вот и знак его присутствия. Нельзя было не верить. Сегодня мы уже должны быть обрезанное сердце. Мы должны сердцем Бога знать, умом, совестью, всей душой, всею крепостью. Это уже задача. А тогда они не обрезанные сердцем, только плотью обрезанные. Грубые, глупые, наглые, жадные, завистливые, ропотливые. Они видели Бога постоянно, они видели Божью славу. Они не могли быть неверующими. Хотя вы знаете из Писания, сколько там всяких было событий разных, жестоких, связанных с их ропотом неповиновения. Так вот они ставили скинию в середину, а поскольку колен было 12, то три колена здесь, три колена здесь, три колена здесь, три колена здесь. Они разбивали свои палатки крестом, крестообразно. И ночевали, потом поднимались, и столб огня ночной превращался в столб дыма. Они собирали эту скинию, священники брали ковчег и дальше шли, они шли дальше за ними порядком, подразделениями. Вот вы парад смотрели, парад Победы, например, да? Видите, как, допустим, командующий сдает парад, например, принимающий министру обороны, или там, слушаемую команду, поротно, побатальонно, на каждый звук отзываются солдатики ударом, допустим, прикладом об асфальт, об чеканку, об косточку земли, щелк, 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 щелк такой. Там налево, там направо, там шагом маш, и все бум-бум-бум пошли, и у нас замирает сердце, и к кому горло поступает. Ну, красиво, красиво. Вот примерно так евреи шли из Египта. Они шли как армия. Вот армия, воюющая ради Господа, это церковь. То есть, если ты в церкви, то будь любезен, исполняя свою работу. Ну, ты не обязательно будешь генерал, допустим, ты не генерал, и я не генерал. Ну, ты медсестра, например, в церкви. Или ты, например, каптинармус. Знаете, вот как-то каптинармус. Знаете, вот такая, там, сестра Костелянша, знаете, вот такая, допустим, где-нибудь там в больнице, там, или в санатории. Та, которая там с простынями вошкается. Вот каптинармус в армии тот же самый, что Костелянша в санатории. Допустим, ты там связист, например, или связистка. Например, там какая-то девочка-прапорщица, например, тоже может на телефоне сидеть, там, алло, алло, там, команда. То есть, ну ты в армии, ты включен в общую задачу, ты под дисциплиной, под присягой, под символом веры, присяга – символ веры, у тебя есть как бы военный билет, это что? Крестик на груди, у тебя есть обрезанное сердце, ты веришь в Господа, и ты каждый раз в воскресенье на построении являешься. В воскресенье ты в храме. Позвольте вам напомнить лишний раз, потому что некоторым это уже надоело слушать, а некоторые это впервые услышат, что если ты крещеный, и ты не отрекся от Господа, что-то хочешь от Господа, дай мне Господи мужа, или дай мужа моей дочки, или дай мне Господи здоровья, да здоровья моей маме. Если ты не отрекся от Господа, не отреклась, там что-то от Господа хочешь, будь любезен, всегда в воскресенье быть в храме. Это очень просто звучит, очень понятно воспринимается. Нельзя пропускать без литургического собрания ни одного воскресенья. Потому что есть такие христиане, которые приходят к Спиридону, вымаливают себе квартиры, приходят к Божьей Матери, вымаливают себе там здоровье, приходят куда хотят, к Матроне, вымаливают себе там ума, но не приходят к самому Христу, который в воскресенье благовествует свое восстание из гроба. Нам нужна военная дисциплина, нам нужно знать самые главные вещи. Кто у нас командир? Вопрос на засыпку. Кто самый главный командир? Христос, а после него патриарх, а после него местный епископ, а дальше священник, а дальше я, а дальше мои дети, моя жена, я командир над моей женой, моими детьми. На работе, если я начальник, я командую над подчиненными. Если я подчиненный, я слушаю с начальника. То есть должна быть дисциплина, и это апостольский дух, потому что апостолы приходили в мир, они сеяли новый закон и новые порядки. Они говорили, это нельзя. Ну там всю жизнь, например, допустим, вот персы, персы, они всю жизнь у них, ну не всю жизнь, но у них столетиями был обычай, когда матери спали сыновьями. Они уже не считали это грехом давным-давно, они считали, что это нормально вообще. Ну закон такой у них был, такой обычай. Кровосмешение, узаконенное кровосмешение. Мама должна была спать со старшим сыном. У нее и совесть не болела, и у него не болела совесть, и у нее не болела совесть. Вдруг пришли апостолы, говорят, это нельзя. Да мы так 500 лет делали. Да хоть 100-500, нельзя. А мы делали вот это, нельзя. А мы скотоложники, нельзя. А мы кровь едим, нельзя. А мы убиваем стариков, чтобы их не кормить, нельзя. Они приходили и новые законы им давали. И они навязали им новый закон, соответствующий Духу Святому, не оскорбляющий Святого Духа Божьего. Что им за это делали? За это вешали, резали, топили, душили, распинали и уничтожали всячески. Они все равно шли, 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 шли. Вот апостолы приходили к людям и говорили им совершенно неприятные слова. Ты живешь чужим мужем. Вот сегодня, например, будешь апостолом, например, с утра начнешь быть апостолом, а вечером будешь с синяками. Он скажет, ты живешь, например, неразведенной, например, с чужой бабой. Нельзя. А ты прижила, например, там ребенка, там, чужого мужа. Ну, нехорошо, уже плохо, значит. А ты воруешь из кассы. А ты там то, а ты это, а ты это. Что тебе скажут? Тебе скажут, на тебе. Ты кто такой вообще? Чего ты пришел сюда командовать нами? Все так живут, и мы так тоже будем жить. Вот апостолы пошли на ножи. Они мало того, что они меняли нравы, они меняли мировоззрение. Они говорили, что ваши боги вообще не боги. То есть ты всю жизнь ходил в этот храм. Это вообще не храм. И тот бог в этом храме вообще не бог. Что им за это делали? Их за это убивали. Они дальше шли. Поэтому жизнь апостолов, это была жизнь спецназовцев. Опять-таки в армейских категориях. Бывает такое, что спецназ дают задачу, вас выбрасывают в какой-то объект и обратно не ждут. Вы работу сделаете, и мы вас не ждем, ребята. Вы сами понимаете, что скорее всего вы не вернетесь. Но вы работу сделаете. И их убраться не пошли. Вот апостолов Христос послал вот так вот в мир, вот как спецназовцев. С одной стороны, как ягнят между волками. Потому что он не дал им как бы ни мечом махать, значит, ни копьем колоть там, значит, ни отравой травить там, ни что-нибудь еще там делать. Он говорит, идите, проповедуйте. Но он их обратно как бы и не ждал. То есть вас ждет что? То, что меня, то и вас. Крест, мучения, всякое-всякое. Вот благодаря этому сверхусилий, ничтожного числа человек, ну что, сколько их там было, сегодня существует Церковь Христова на огромных просторах земного шара. Миллионы людей говорят, я христианин. А почему? А потому что апостолы сказали, я верую, что Господь воскрес. Вот у меня Евангелие. Я испанец на испанском, я португальец на португальском, я малайец на малайском, я русский, значит, на славянском там или на русском, я такой, я секой. Это их работа, это их плоды. Значит, мы дети апостольской церкви. Мы дети людей, которые отдали свою жизнь полностью для того, чтобы весь мир узнал, что Христос Господь, и что Христос дал нам свои правила жизни, дал нам новый закон, и по этому новому закону он будет совершать свой милосердный милосердный и одновременно справедливый и окончательный суд над Вселенной. Теперь последнее. Вот такие были Варфоломеи, Варнава, такой же был там Матфей, Марк, Лука, Иоанн и многие-многие другие. Теперь вопрос, значит, если я принадлежу к апостольской церкви, к единой святой соборной апостольской церкви, во мне должно быть что-то апостольское. Ну, хоть немножко. Ну, должно быть. Есть ли, например, даже вот футбольная команда. Вот там бегают в футбол футболисты, но в команду уже входят, кроме тренеров еще, и медики, и всякие психологи, и там и эти, и эти. Они все в одной команде. Они все в одной форме даже. У них всех майки с одним и тем же логотипом. Потому что они одна команда. Мы не апостолы, но мы дети апостольской церкви. Вот теперь вопрос, а что в тебе есть апостольское? Чем ты похож на апостола? Любовью? Это очень громкое слово. Это слово, оно, его хорошо произнести, но за него очень тяжело отвечать. Потому что люди детей не умеют любить. И родители не умеют любить. А соседей вообще не умеют любить. А обижающих вообще убить хотят. И вообще они никого не любят, даже себя самих. Не говоря уже про все остальное. Если мы решимся говорить о любви, то мы вылазим на брусту. Под перекрестный огонь. То есть под кинжальный огонь. О любви нужно говорить в последнюю очередь. Кстати, всем вам говорю, что о любви вообще молчите. Потому что ее нет у нас вот здесь. И мы о ней вообще не... Нельзя говорить о том, что не знаешь. Кто из вас был, например, в Австралии? Не был? Не был. Почему ты так не про нее рассказываешь? Можно придумать, что ты в пампасах бегаешь за кенгуру. Но это же не то. Про любовь не говорите, пожалуйста. Говорите про воздержание, если оно у вас есть. Говорите про милосердие, если оно у вас есть. Это все под виды любви. Это меньшие братья, меньшие сестры любви. Любовь – это союз всех совершенств. Все доброе, что в мире есть, оно все называется любовью. Но вы говорите про маленького. Говорите, например, я терпеливо. Я не раздражаюсь. Я всегда из зарплаты 10% отдаю в руки нуждающихся. Иногда 15 на 20 и на 50. Я никогда не ложусь спать без долгих молитв. Я всегда посещаю кладбище, молюсь о мусопших, которых знаю и не знаю. Я ни одной службы не пропускаю. Вот об этом говорите. Если у вас это есть, то, может быть, потом у вас будет любовь. Но если у вас этого нет, о какой любви можно говорить? Это будет празднословие. Это будет разговор развратницы о целомудрии. Один святой так и сказал, что блудница, рассуждающая о целомудрии, она же может, например, блудница на перекуре, сели на лавочке и рассуждают. Вообще-то такое существующая, такая вещь целомудрия. Когда никто никому ничего, никогда, значит, такое и все хорошо, и все чистые, и все такие. Да, есть такое. Классно, да? Классно. А ты как? А я никак в этом смысле. Я тоже никак. Ну, в принципе, классно. Вот мы похожи на этих вот женщин, которые никак к целомудрию не причастны. Когда мы рассуждаем теоретически о таких высоких вещах, как любовь. Тут пост сдержать не может человек. В среду и пятницу нарушает регулярно. Ну, не может сдержаться. Или курить не может бросить. О любви рассуждают. Поэтому о любви говорите в самую последнюю очередь. В самую последнюю очередь. Любовь приходит сама, когда все остальное сделано. Это крыша духовного дома. Фундамент веры. Стены, кирпичи. Это добрые дела и всякие усилия, добродетели. А уже когда все сделано, тогда уже Бог тебе покроет крышу, даст тебе любовь, ты успокоишься. Но говорить о любви сразу, это неправильно, потому что все равно, что строить дом с крыши. Фундамент дайте, покажите фундамент. Поднимите стены, вставьте окна. Потом уже кройте крышу, там не знаю, там то есть. Но есть же очередность работы. Любовь это конец, а не начало. Конец, это подарок от Бога. Он есть любовь. Он тебе даст любовь в конце. А пока что научись терпению, научись воздержанию, научись боль душевную терпеть. И физическую тоже. Научись о смерти думать, научись писание читать. Если этого нет, ну какая любовь? Ну какая любовь? Ну простите меня. Ну будем честными друг с другом и сами с собой. Любить значит любить. Что такое любить? Монах говорит, вижу прокаженного. Я бы хотел, если бы мне Бог только дал, я бы свою кожу с себя здоровую снял, а его кожу эту паршивую прокаженную бы на себя надел. Давайте далеко ходить не будем. Вот сидят возле нас здесь вот 3-4 пассажира. Вот заведите его в дом от большой любви и пусть у вас живут. Говорит, не, я так не могу, у меня маленькие дети, у меня там старушка-мама там все. Не можешь, молчи про любовь. Уж если мог бы, это была бы любовь. Я для вас все сделаю. Тебя как зовут? Маша. Пошли, Маша, ко мне. Вот тебе, Маша, в ванну, помойся, вот твой хлам в огонь, вот тебе чистая одежда. Живи, Маша, у меня, потому что у меня есть любовь. Можешь? Не могу. Молчи. О любви не говори, о ней все сказано. Это даже мирские люди говорят. Помните песенка такая? О любви не говори, о ней все сказано. Сердце верное, о любви молчать обязан. Мирские люди даже об этом поют. Болтовня о любви – это предательство самой любви. Покажи хоть что-нибудь, что ты можешь. Сколько, если, давайте придумаем, вот если суммарно подсчитать, сколько тысяч рублей за свою жизнь мы отдали в виде милосты. А вдруг ты всего лишь там 2-3-4 зарплаты отдал за свою жизнь? А вдруг даже ни одной. Ну какая любовь? Ну о чем вы, ребята? Ну что вы сами себя обманываете? Давайте о чем-то более практичном поговорим. Так что в нас апостольского есть? Ничего. Абсолютно верно. Это правильный ответ. А должно же что-то быть? Должно. Значит нужно... А что такое апостолы? Это люди соблазняющиеся, обижающиеся, гордящиеся, спорящие. Кто из нас первый, например? Изменяющие, как Петр, не знал этого человека. Там люди, там скажем, ссорящиеся, как Павел и Варнава поссорились, и Павел пошел с Силуаном, а Варнава пошел с Марком, о чем мы читали с вами в прошлую субботу. Вот. То есть они ссорятся, завидуют, обижаются. То есть они что, такие же, как мы, что ли? Ну да. Но все-таки они апостолы. А мы нет. Так что же... В чем же разница? Личное отношение Господа Иисусу Христу. Он кто для тебя вообще? Господь Иисус Христос. Он кто для тебя? Какое место Он твоей жизни занимает? Вот у них Он занимал первое и последнее место. Больше мест не было. Да, еще изнутри лезло всякое. Там обиды, жадности, зависти, злости, страхи, трусости там. Но главное, что у них Христос был, это Альфа и Омега, начало и конец. И они не могли молчать. Они постоянно о Христе говорили. Они любую тему разговора на Христа выводили. Куда бы ни пришли, они о Христе думали. С кем бы ни говорили, о Христе говорили. А мы с вами за жизнь... Помните, мы с вами когда-то говорили, ну, не конкретно со всеми вами, но говорили, что там подсчитал какой-то там кудесник, что примерно за год человек наговаривает что-то 30 томов. книг, что там по жуткой коллеге, по 30 страниц в каждом. Мы просто разговариваем. Если бы это записывать, то мы наговариваем какую-то бездну слов. А теперь вопрос, а сколько в этих словах сказано о Христе, о Божьей Матери, о Вечности, о Господе Боге, об Отце Господу Иисуса Христа. Там окажется, что там даже 0,5% не получится. Там вообще, там просто окажется, что мы говорим вообще ни о чем. А о Христе не говорим. Вот это дух противной апостольства. То есть думать о Христе, говорить о Христе, служить Христу, падать перед Христом и каяться Христу. Потом подниматься Христовой силой и дальше идти к тому же Христу. Это апостольство. То есть апостолы не были, это знаете, это же не телевизор, это же не Брюс Виллис, который всю членную спасает, который бьют ему не больно. Это же не терминаторы, которых там резали и пила отскакивала. Им было больно. Их всех, повторяю, вешали, резали, раскручивали, перекручивали, и топили, и душили. И что только с ними бедными не делали. И что им думали? Не было больно? Было. Если кто-нибудь когда книжкой пишет, что они вообще ничего не боялись, то эта книжка лжет, потому что они и боялись, и уставали, и болело им, и страшно было, и когда это все закончится. Но самое главное, это отношение к Иисусу Христу. Кто такой для тебя Иисус Христос? Вот если Он для тебя все, то ты дитё апостольской церкви. И ты должен кого-нибудь в жизни привести к Богу. Кого-нибудь. Лучше всего, конечно, детей приводить. Но это хуже всего получается. Потому что мы являемся очень плохими примерами для детей. Они же нас видят постоянно. И в халате, и в трусах, и утром, и вечером, и злыми, и добрыми, и такими, больными, и здоровыми. Они не хотят нас слушать. Поэтому детей приводят обычно чужие дяди и тёти. А мы приводим чужих детей, значит, дочерей и сестёр. И вот нужно кого-то приводить к Христу. Кого-то приводить. Но опять-таки не нахрапом, не силком, не зашиворот, тащить никого в царство, а через разговор. Через умело построенный разговор. Через доверительную, открытую беседу о том, что ты любишь. Если я люблю Христа, мне о Христе приятно разговаривать. Если вдруг тебе это интересно, то мы сядем и будем очень долго говорить. И уже будет ночь наступит, а мы сегодня сможем разойтись. Потому что мне будет приятно говорить, а тебе будет приятно слушать. Если у вас будет такое, то знайте, что верный признак того, что вы в данное время являетесь апостольским служителем. То есть вы апостол. Не важно, что вы женщина, или мужчина, не важно, что вы образованный или полуграмотный, не важно, что вы многодетный или старичок уже. Не важно. Если вы говорите о Христе и вас слушают, потом еще вас спрашивают, это точно, у вас есть апостольский дух, у вас есть апостольская мудрость. И люди это знают. А ну-ка спросим его. Я знаю такие церкви, в которых служит по 6-7 священников, и в которых прихожане с вопросами духовной жизни к священникам не обращаются, потому что бестолбит. Батюшка говорит, я спешу, я ушел, я приду, я потом это сам, я не знаю, я молодой, я не учился, и шмых-шмых-шмых. Но есть такой старичок, который там сторож, которому стоит очередь из людей, которые с ним разговаривают. А старичок войну отвоевал, жену похоронил, внуков воспитал, был ученым в институте, ведущим инженером, семинарию закончил, тайком советские годы. И теперь он в храме там, значит, двор подметает там, или псалтирь читает, и к нему приходят за духовным советом. Говорят ему, Иван Иванович, условно говоря, там, Василий Васильевич, слушай, у меня вот такая вот проблема. Он говорит, ну, сейчас подумаем. И садятся, и разговаривают. Он ничего там не благословляет, никого там не исповедует, никого. Он просто разговаривает с людьми. Дает им советы. Они уходят, пытаются их применить, и советы работают. И люди приходят в храм, чтобы причаститься из рук батюшки, но к батюшке за советом не приходят, а за советом идут к дворнику, потому что дворник апостол, а батюшка просто служит. Батюшка работает священником, он причащает, крест встречает, такое бывает. А вот апостол в этом храме, дворник, я знаю такие примеры. Понимаете? То есть можно быть апостолом, независимо ни от чего. Кто бы ты ни был, девчонка сопливая, или уже умудренная жизнью женщина, там еще трудно сказать, кто умнее, или ты разбитый болезнями, значит, человек, проживший жизнь, или ты здоровый молодой мужик, работающий на тяжелой работе. Это вообще не важно вообще все. Важно, что у тебя в сердце, кто для тебя Христос, о ком ты думаешь, кого ты любишь. Мы дети святой, соборной, апостольской церкви. Мы должны любить Господа, и если это будет, ждите этого момента. К вам когда-нибудь подойдет кто-нибудь и скажет, ты знаешь, я вот слышал, что ты верующий, ты мне подскажи, вот я на исповедь собрался, как там это лучше сделать, куда пойти, там как приготовиться. Это будет час икс, когда вдруг проявится то, что вы можете кому-то что-то говорить. Сами не лезьте. Это будет именно такая вот эта точка встречи, того, что ты можешь, и то, что людям нужно. И ты осторожно, с Божьим страхом, у тебя в ушах зазвенит от страха. Ты скажешь, ну вот, я тебе скажу то, что я знаю. Вот надо так, так, вот бывает так, бывает так, вот тебе книжка, вот это почитай. Вот начнется. Попробуй-ка рассказать, например, о трое, о пятидесятнице, соседке, если спросит. Или о празднике всех святых, товарищей, если спросит. Или о поминовении усопших, той же соседке, если спросит. Потому что нужно знать, нужно уметь объяснить еще. То есть, вообще знать, это уметь объяснить. Пока ты не умеешь объяснить, ты не знаешь. Собаки все знают, но они молчат, как бы не глаза умные, как бы, они высовывают язык, как бы, часто дышат. И так же мы, я вроде знаю, как бы, но... А дальше не знаю. Ну, понимаете, друзья мои, это не вопрос риторики, это вопрос просто, насколько ты умен, насколько ты внедрился в то, что ты любишь. Насколько ты изучил то, что ты любишь. И если вы будете такими, то мы вообще будем просто святыми. Мы просто будем отдыхать. Нас просто Господь оденет в великую благодатью, потому что вы будете брать на себя великую часть нашей работы. Приходят люди и спрашивают всякую билиберду. А в принципе, спрашивать нужно ведь у крестной мамы, у бабушки, которая в церковь ходит каждый день, у соседа, у друга, который христианин, у крестного папы, у крестной мамы, у билиберду всякую, там, где свечку ставить, нужно спрашивать, не у священника. У священника нужно спрашивать более серьезные вещи. Перед концом света об этом говорят все аварамические религии. Об этом предупреждает иудаизм еще из древних времен, об этом говорит ислам, ну и, конечно, святое наше христианство, которое есть истина. Оно тоже об этом говорит. Перед концом света в мире будет эпоха великого невежества. Вы не бойтесь трех шестерок или пластиковых карточек, вы бойтесь невежества. Там, где невежество воцарилось, и там, где людям приятно ничего не знать, там уже дух антихриста царствует. А нам, христианам, должно быть интересно знать много, понимать истину и разговаривать о ней. Разносить ее, как муха мед. Хорошая, как пчелка мед. Ну да, но муха и пчелка, они антагонисты. Это как Христос и антихрист. Муха и пчела, поэтому тут нетрудно спутаться. Муха, она в точности, это чистый антихрист. Пчелка мед носит, а муха носит противоположное. Они вечно носят, и вечно разное. Поэтому мы должны быть пчелками, да, об этом поисе говорил, святогорец, а не мухами. В общем, мы празднуем память Варфоломея и Варнавы, святых апостолов, которые проповедовали, ходили, учили, смерть потерпели и так далее, и так далее. Но мы тоже бы, мне хотелось бы, кто-то из вас имеет крестников. Это апостольство. Кто-то из вас кого-то чему-то научил. Допустим, у вас есть подруга. Она говорит, слушай, Клава, слушай, я залетела, я беременна. Беременна от женатого мужчины. И уже там месяц четвертый, я уже боюсь сделать аборт. У тебя есть хороший доктор? А тебя в пот бросил, а ты говоришь, Люська, дура, ты что, с ума сошла, что ли? Да нельзя аборт делать, ты же убьешь живого человека. Рожай ребеночка. Говорит, так это же прижитый там на стороне. А что люди скажут? Да плевать на людей, людям вообще плевать на всех. А тебе плевать на людей, ребенка сохранять. Не делай аборт, не убивай, не будь дурой. Я тебя умоляю. Я тебе буду молиться. Говорит, слушай, да у меня даже денег нет там на это самое, на то, на сё. Говорит, да деньги мы тебе соберем. Я пойду по всем этим самым общественным фондам, по всем церквам там. Мы тебя соберем, только не убивай ребенка. Говорит, ну, завтра поговорим. Я на ночь мучилась, ворочалась, ворочалась, потом пришла с утра, говорит, да ладно, а ты мне уговорила, ты знаешь, я почувствовала, что да, все-таки действительно нельзя убивать ребенка, он ничего не виноват. Все, ты апостол. Ты сохранил жизнь человека. Вот тебе апостольство. То есть, бороться против греха, это и есть дух апостольства. А потакать греху, подталкивать грех, чтобы он еще быстрее бежал, подмасливать ему дорожку, это путь антихриста. Мы, дети с вами, святой, соборной и апостольской церкви, мы должны бороться с грехом внутри себя, вокруг себя и за пределами себя. Вот тогда это будет все по-настоящему. Иначе это будет все на словах, а на деле не будет ничего, друзья мои. И, конечно, об этом можно говорить долго, но вы, пожалуйста, запомните то, что мы сказали. Сейчас по дороге домой вспомните, прокрутите пленку обратно, проверьте память, чтобы не забыть ничего. А то уже бывает, как в стенку гороха. Говоришь, говоришь, он ничего не помнит. Говорит, батюшка очень хорошо проповедовал сегодня. Говорит, правда? Говорит, а что он? Расскажи. Говорит, я ничего не помню. Но хорошо рассказывал. Так расскажи другому. Я не помню. Вот это не апостольство. Вот это не апостольство. Апостольство это понял? Понял, повтори. Повторил. Расскажи ему. Пошел, рассказал. Это апостольство. Вот будьте детьми соборной апостольской церкви. Учитесь божественным истинам с трудом воплощайте их в свою корявую жизнь и помогайте другим людям жить по-людски, а не по-собачьему. Это будет Святая Апостольская Церковь. Христос с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова